Ну вот, опять с вами я, Михаил Шилов. Сегодня, в рамках продолжения темы о том, как выковать из собственных рук оружие, я хочу поговорить с вами о набивке ударных поверхностей. Как говорится, в самом конце я решил обозначить эту тему. Почему в самом конце? Не просто потому, что по порядку. Она реально по значимости самая последняя. Странно, что на самом деле в жизни, в разных секциях, школах и самостоятельно занимаясь, люди посвящают этому гораздо больше времени, чем укреплению кулака как такового. А выполняя упражнения для укрепления кулака как такового, все равно делают акценты, делают упражнения, даже не для набивки, считая, что они именно набивают свой кулак. То есть они пытаются укрепить непосредственно ударные поверхности. Сейкин, да, Уракин и Тыцуй. Мы по кулак разговариваем, да. Вот. И стучат по макеваре, отжимаются там на кулаках, бьют в стопы каких-то газет, в бревна стучат там, во что-то еще. Делают это таким образом, чтобы набить ударные поверхности. Что они пытаются этим добиться? В чем они видят эффект и результат? Я говорю, что это не все, но многие и зачастую. В том, что, во-первых, утрачивается чувствительность, да, ну, кожной чувствительности. Я не скажу, что она совсем утрачивается, утрачивается болевая чувствительность. В том, что кожа становится более грубой, костяшки становятся крупными, большими такими, да, и вот считается, что вот ударные поверхности набиты, это здорово и это хорошо. На самом деле ситуация выглядит несколько не так. У человека, который занимается укреплением кулака в системе и правильно, то есть занимается совокупно развитием всех структур, образующих оружие кулак, внешне руки фактически не отличаются от рук обычного человека. Практически не различаются. И уж тем более на них нету страшных мозолей там, там, роговевших, эти руки не сбитые, они выглядят нормально. Кожа может быть несколько на самих ударных поверхностей, немножко, немножко поплотнее, погрубее, но и то, это на любителя. То есть, если не посвящать, вернее, неправильно, надо посвящать обязательно набивке какое-то время, если делать ее адекватно, правильно и тратить на нее верное количество времени в процентном соотношении со всем остальным тренингом по укреплению кулака, то руки будут выглядеть замечательно. Поэтому методы, те, которые считаются правильными, те, которые я практикую, я в том числе, они подходят и женщинам, и даже детям, руки уродливыми не станут. Я еще раз хочу сакцентировать вас на том, что я и на гитаре, в общем-то, сыграть могу нормально, и хирургом я работал, пальцы двигаются хорошо, и чувствительность у меня не утрачена. То есть, она нормальная вполне. Вопрос вот в чем. На самом деле, можно превратить свои ударные поверхности в некое подобие копыт или рогов. И тогда, конечно, кожа на ударных поверхностях станет грубая, малочувствительная, и будет меньше повреждаться при ударах. Хотя не факт. Я расскажу вам сейчас о несколько другой ситуации. Вот. И такими руками, кажется, можно бить гораздо сильнее. И вот люди набивают, набивают, добиваются того, что чувствительность у них становится слабая, кожа грубая, и они считают, что все, кулак набит, все нормально. Ну, параллельно, конечно, суставы разбивают, они зачастую, они становятся большими, и думают, вот, все, кулак набит. Нет, все не так. Первый же, скажем так, удар по кирпичу, пусть даже рука не разобьется кожа, не размажится, не собьется. Но возникает масса микротравм в самом кулаке, то есть в пястье и в запястье. А стоит еще чуть-чуть неправильно выполнить этот удар, то есть под углом, да, к ударной поверхности, к ударяемой поверхности. И проблема вообще вплоть до вколоченного перелома, перелома вывиха, вывиха-подвывиха, разрыва среди натканных элементов и так далее. И куда же эта вся набивка делась с ударной поверхности? Нет, она не суть столь важна. Нужен крепкий кулак для того, чтобы он был как кирпич, как молоток. Так вот, когда молотком забивают гвоздь, молоток не разваливается, да, он остается целым. Да, на той поверхности вот ударной, которая бьет, может появиться царапина. Ну и что? На молотке это никак не сказывается совершенно. Абсолютно. Это не ухудшит его каких-то свойств. А вот если молоток состоит из составных частей на каком-то слабом клею на пластилине, да, я не знаю, им ударили, и он развалился, и хотя каждая часть была в отдельности очень прочной, он разлетится на куски. Вот так произойдет и с неукрепленным кулаком. Хотя ударная часть, может быть, у него набита там прям вообще. То есть не набита, а очень прочной может быть. Вот вам такая вот, как бы, аллегория. Склеенный из кусков молоток или кирпич. Крепкий каждый в отдельности, каждый в отдельности часть, но совершенно не прочный, разваливающийся. Набивать ударные поверхности, это дело выбора каждого. Я рекомендую делать это не фанатично, а умеренно. Больше того, рекомендую следить за ударными поверхностями и не допускать уж очень сильного огрубления кожи над ними. Ну, об эстетике я не говорю. Мужчинам некоторым даже нравится, когда у них набиты эти костяшки кулаков, они считают, что это достижение, пусть другие боятся, там 5-10. Для женщин это, конечно, вообще неприемлемо, когда такие косточки. Детям вообще руки портить не надо, полюбосом, что называется. Вот. Поэтому следить надо, не допускать огрубления. Вплоть до того, что можно использовать и какие-то и пилинги, и крема. Да, но не в этом суть. Лучше не допускать, вернее, не заниматься гиперфанатично набивкой как такового. Сейчас я расскажу, как же происходит все равно укрепление самих ударных поверхностей. Но, смотрите. Если добиться очень сильного загрубления кожи, кажется, вот она станет очень плотная и грубая, и вообще проблем не будет, я буду бить, и мне больно не будет. В самом деле, возможно, вы притупите чувствительность кожную. Хотя, хочу сразу заметить, что притупляется болевая чувствительность. В общем-то, тактильную чувствительность вы окончательно не потеряете. Это очень важно, это очень хорошо, очень просто замечательно. То есть, даже набивая руки, у вас сохранится тактильная чувствительность. Если вы глаза закроете, поводите по костяшкам, вы все равно будете чувствовать. Хотя боли ощущать не будете, это хорошо. Ну, так вот, если кожа станет очень грубая, возникает очень нехорошая вещь. Дело в том, что такая кожа, которая как рог, она практически не пронизана капиллярами, а значит, она почти не кровоснабжается. И со временем начинают появляться в этих мозолях с трещиной. То есть, вы ударите по макеваре или по доске, и у вас кожа, которая сухая и грубая, может лопнуть вплоть до сустава. Эта трещина будет глубокая, она кровоточить будет. Заживать она будет очень плохо. Почему? Потому что нету субстрата, чтобы она заживала. Кровообращения практически никакого. Чуть вы только нажали снова, чуть только она подзатянулась, вы раз, удар опять несли, а там уже рубчик, рубчик слабенький. Кожа грубая. Она опять расползается. Я прошел через это сам. Я знаю, о чем я говорю. Когда-то у меня были вообще копыта, такие, что будь здоров, что называется. Я пришел к выводу, что это было неправильно. Я все пропустил через себя, и считаю, что такой подход неверный. Не надо делать из рук рога. Заживало все это долго, плохо. Кончилось это тем, что я стал срезать лезвием эти вот ороговелости до молодой кожи. Только для того, чтобы все это дело зажило. И, конечно, в это время, пока все это заживало, я не мог заниматься ни ударной техникой какой-то, ничем. То есть мне приходилось делать достаточно большие перерывы, чтобы наросла нормальная кожа без вот этих микроорубчиков, без щелей и трещин, что называется. Чтобы не было никакого, ну, чтобы не кровоточило, ничего этого не было. Это было просто проблематично. Мне это не нравилось. Сейчас у меня мозолей практически на руках нет никаких. Хотя я на макеваре и на других снарядах занимаюсь очень и очень много. Каждый день. Вот. Как же все-таки происходит укрепление самих ударных поверхностей? А в процессе тех упражнений, которые входят в курс укрепления кулака как такового, пястья, запястья, пальцев, лучезапясного сустава и предплечья, есть масса таких нюансов и деталей, что приходится на непосредственно ударные поверхности воздействия. Воздействие достаточно серьезное, но не в виде там именно набивки постоянно, а в виде какого-то давления, которое нужно для перестройки костных балок, для укрепления суставов, среднотканных элементов. Но в то же время постоянно идет воздействие на кожу, на кожу кулака, на кожу ударных поверхностей. И приводит это, соответственно, к тому, что рецепторы, ответственные за чувство давления, но не как такового, потому что это тактильные тоже могут быть рецепторы, а болевые, то есть, собственно говоря, они к этому раздражению адаптируются, и вы не ощущаете никакой, собственно, боли. Вот, собственно говоря, и все. Чтобы поломать этот кирпич, никаких проблем. Дело в том, что даже люди с хорошо набитыми костяшками, вот вы посмотрите сам соревнование по кёк-шинкай, они делают с атомисевари или атомишевари, как это называется, доски колотят. Как бы у них руки набитыми не были, но не обходятся и без того, что они даже своими супер набитыми руками ломают стопку досок, и руки все равно кровоточат. И человек, у которого руки не столь набиты, вот как у меня, ну, имеется в виду, нету мозолей таких, я точно так же ломаю такие, так уже стопку досок, они могут у меня и не закровоточить. Руки кровоточить начинают когда? Когда вы удар смазываете по поверхности цели и срываете кожу, либо когда вьете много раз голой рукой, вы размажите кожу. Для этого не деться никуда. Поэтому во время, ну, каких-то тренировок и упражнений на снарядах можно протекторы надевать. Вот. Поэтому кожа грубая на самом деле не нужна. Чтобы сильно и крепко бить, не повреждая кулак, надо бить правильно, точно и иметь крепкий, мощный кулак. А не кожу крепкую на кулаке и толстую. Вот в чем, собственно говоря, и фишка. Но опять же я говорю, это дело выбора абсолютно каждого. Я хочу сказать, что упражнения, еще раз, главное резюме. Жесткость ударных поверхностей мало что имеет общего с общей жесткостью кулака. Крепость ударных поверхностей, ту, которую обычно понимают большинство обывателей или адептов, для них это набитая кожа и большие костяшки. На самом деле это неправильно. Крепость кулака это прежде всего крепость сумочно-связочного аппарата, среднотканных элементов, связок, сухожилий, суставов и мышц, которые формируют, собственно говоря, кулак. Крепкая кожа зачастую это больше минусов, чем каких-то плюсов. Это грубые руки, это плохо, то есть эстетики никакой, и зачастую даже обратные реакции в виде каких-то микротравм кожи, в виде трещин, сухости и прочих отрицательных вещей. Руки набиваются в понимании абсолютного большинства адептов боевых искусств и в тех видах упражнений, что вы будете делать для укрепления кулака как такового, то есть для укрепления запястья, пястья, лучезапястного сустава и предплечья, а также пальцев. Так что считаю, что специальных упражнений для загрубления кожи над ударными поверхностями делать не надо. Я все сказал, поэтому тоже, что хотел. Дальше выбирайте сами. До скорой встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...